Всем привет, мои хорошие! Я начинаю новый влог, правда в ужасном состоянии. Дело в том, что вчера вечером мой твикс начал вырывать. Мне, естественно, это не понравилось, я решила обратиться к врачу. Дело в том, что две недели назад мы уже обращались к врачу, но к другому. Ему был поставлен диагноз цистит, и мы его вылечили. То есть я давала лекарство, которое прописал врач, и они помогли. Вроде все было нормально. Со вчерашнего дня он начал вырывать и ничего не кушать. То, что он ест, он вырывает просто. Кушает, вырывает, даже пьет воду и тоже ее вырывает. Я решила записаться к врачу, к ветеринару, но уже к другому. Записалась, у него было время только на 4. В 4 собрала мотатки твикса, и мы поехали к ветеринару. Ветеринар сказал, что дела обстоят очень плохо. У него проблема, что моча, я извиняюсь, конечно, за подробности, он не может идти по маленькому в туалет. И моча собирается у него в мочевом пузыре. Мочевой пузырь просто огромный. Твиксу сделали наркоз. Вывели всю жидкость из его мочевого пузыря. Поставили на лапку катетер. Сейчас вам чуть позже ее покажу. Выписали мне просто кучу лекарств, которые нужно будет принимать. Но проблема в том, что твикс ничего не ест уже второй день. Как только я ему даю лекарство, он начинает вырывать. И вырывать с кровью. Это меня очень пугает. Вместо, где писать, его поставили шлак. И врач сказал, что непонятно. Он выживет, не выживет. Как там будет непонятно. Вот так вот выглядит его лапка. И мы сюда поставили катетер, чтобы можно было капельницу ставить. Мне сказали дома поставить капельницу, но у меня не получилось ничего, нифига. Я, наверное, буду с твиксиком ходить. И пусть врач сама ставит капельницу. И ему туда еще поставили штуку, чтобы он оттуда через трубочку писал. Короче, вот у него здесь это все. Я очень надеюсь, что он придет в себя. Я буду смотреть это видео и просто угорать из своих эмоций. Он писает через катетер, но тоже у него моча с кровью. Он вырывает тоже с кровью. И это очень меня пугает. Я прошу просто Бога, чтобы он выздоровел и все было нормально. Врач сказал, что это может быть от переохлаждения. Скорее всего, так оно и есть. Мы в последнее время с твиксиком спали в комнате с кондиционером. Причем он лежал прямо перед кондиционером. Где вот он дует, вот в этой области он лежал. И врач сказал, что это, скорее всего, у него воспаление мочевого пузыря есть. Я правильно поняла, опять же. Время полчетвертого. Твиксу очень плохо. Не знаю, доживет он до утра или нет. Он даже встать не может. В 11 у нас запись. Но он ничего не ест. Ни воду выпить не может. Он не может управлять своим языком. Он хочет выпить воду, но у него не получается это. Будем ждать до рассвета вместе. Надеюсь, он останется в живых. В любой ситуации самое главное не впадать в панику. Слава богу, доктор, когда рассказывал мне, как нужно ставить капельницу, я снимала это на видео, и вроде как у меня все получилось. Не надо плакать, не надо в панику. Вот я ему эту капельницу поставила. Сейчас будем дальше лечения здесь. Наконец-то настало утро. В 11 мы записаны к врачу. Всю ночь мы не спали просто. Твикс вырывал кровью. Ходил в туалет, у него там катетер тоже кровью. Ничего не кушал за всю ночь. Весь день ничего не ел. Он хочет выпить воду, но у него это не получается. То есть его язык его не слушается. Что будет дальше, я не знаю. Всю ночь проплакала. Но я понимаю, что слезами и горе не поможешь. Надо что-то делать. Надо действовать. Клиника, к великому сожалению, открывается только в 11. Поэтому я просто не смогла сидеть дома и ждать до 11. Вышла на час раньше из дома. Решила уже подождать там. А вдруг они придут чуть раньше и посмотрят на Твиксика. Но, к сожалению, раньше они не приехали. Приехали ровно в 11 и открыли клинику. У меня как раз было время посидеть с Твиксиком и поплакать. Потом приехала врач и сказала, что так вести себя нельзя. Животное все чувствует. Нужно держать себя в руках. Нужно думать позитивно. Но, опять же, врач тоже сказала, что никаких положительных прогнозов она пока давать не может. Не хочет ничего обещать. Все очень плачевно. И мы можем только надеяться на лучшее. Брат с женой Перваной приехали за мной. И мы все вместе отправились домой. Мы уже дома. К сожалению, прогнозы неутешительные. И говорят, что, скорее всего, Твикс не выживет. Конечно, мне очень больно об этом говорить. Но я делаю все, что в моих силах. Отвожу его на капельнице. Утром у нас и вечером. Купила все таблетки абсолютно. Врач сказал, что теперь уже исключительно это его иммунитет. То есть, сможет он пережить это заболевание или нет. У меня просто в голове, если честно, не укладывается, что котик 3 дня назад чувствовал себя великолепно. Просто у него ничего не болело. Он бегал, резвился, играл, кушал как свинья. А сегодня он в таком состоянии. Какие-то болезни проходят очень незаметно, бессимптомно. Поэтому надо быть аккуратнее с вашими домашними животными. Некоторые мне писали про онкологию и так далее. Конечно, все может быть. В общем, будем лечить, будем стараться. Посмотрим, чем это закончится. Проблема в том, что третий день он не пьет. И он абсолютно ничего не ел. Хотя я ему купила опять новый корм, который мне посоветовал уже этот врач. И все равно он не притронулся к нему. Ни один кусочек. Ничего не съел. Сейчас тоже лежит в полу таком обморочном состоянии. Мне, конечно, очень его жалко. Вот прям самая большая сейчас мечта для меня это, чтобы он просто выздоровел и был как раньше. Потому что котик молодой, всего 2 года. Но, как врач сказал, заболевания не смотрят на возраст. Кот может там, не знаю, прожить лет 10 спокойно, без никаких болезней и так далее. А другой кот может, например, откинуть копыта в 2 года и так далее. Я решила это видео вам загрузить, потому что наверняка у вас будут вопросы. Вы захотите узнать подробнее и еще. Если вы тоже сталкивались с подобными ситуациями. И цистита, не знаю, проблем с мочеспусканием у котов. Мне сказали, что у девочек, у кошек такое очень редко бывает. Чаще всего это проблема котов. И там как раз таки на приеме у врача было еще 2 котика с идентичными проблемами. Посмотрим, что будет. Я, конечно, надеюсь на лучшее. Я очень надеюсь на это. Дай бог, все будет хорошо. Я лоток уже принесла сюда. Новый наполнитель, чтобы ему было удобно. Но он, понятное дело, лоток по-маленькому не ходит. У него там катетер. Вот. Это для того, чтобы он по-большому походил в туалет. А еду, мне сказали, исключительно кормить вот этим кормом. Никаким другим. Это на период лечения. Врач хорошая. Надеюсь, что у нас с ней все получится. Наверняка у вас будут возникать вопросы, почему не выходят мукбанки. Что случилось. Те, кто подписан на мой инстаграм. Те в курсе, что происходит в моей жизни. Там я подробно рассказала об этой ситуации. А те, кто не знал, я просто вам говорю об этом. У меня есть два уже отснятых мукбанка. Их может быть, если будет время, смонтирую и выложу. А так в ближайшее время, наверное, мукбанков не будет. Потому что я просто не в состоянии. Не в состоянии рисовать. Не в состоянии никакой мукбанк снимать. Мне просто хочется проводить время рядом с ним. И просто молить Бога, чтобы все исправилось. Берегите себя, берегите своих животных. На этом я буду закругляться. Всем пока.